Здравствуйте, это программа интервью. В Крымном парламенте прошло довольно важное заседание законодательного собрания, была озвучена в частности дата губернаторских выборов и прошла корректировка бюджета. Сегодня в нашей студии Андрей Самохин, это председатель комитета по бюджету и экономической политике законодательного собрания. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Давайте начнем с актуального, с бюджета. Есть ли тут основания для реальных каких-то тревог? Ну, больших тревог, конечно, проявлять не надо, но все-таки уменьшение расходной части того утвержденного бюджета, который был утвержден в декабре месяце, на 9,3 миллиарда рублей, безусловно, это очень много. Конечно, у нас в первую очередь, с чего мы взяли, с каких статей смогли это сократить? Да, потому что это то, что у нас сегодня явно не будет строиться. Например, по дорожному фонду там было очень значительное снижение, около 900 миллионов рублей. Это снимается с города Красноярска. Объекты, два у нас, это улица авиаторов, переезд через железную дорогу и переезд, вот развязка на улице Калинина. Нет, 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 потому что там снимается то, что в этом году не будет реализовано, потому что там сдача объекта конец 15-го года, поэтому сегодня строители отстают по разным причинам, но они сегодня отстают. Там часть снимается с 4-го моста, но это тоже как бы ни на что не повлияет, как бы на сдачу этих объектов, потому что они все отконтрактованы и правительство края будет добиваться исполнения в установленных сроках. Графика в стройках это не сдвинется, но это по стройкам. По окончательному. Поэтому, в частности, плюс, есть уже, потому что сегодня практически закончилось полугодие, все основные торги по муниципальным, вернее, по государственным бюджетным нуждам уже проведены. И поэтому есть реальная экономия, безусловно, она идет. Плюс у нас социальные выплаты, они носят заявительный характер. Тоже полгода прошло, мы видим их наполнение, потому что, ну, допустим, есть такие, часть снимается субсидии по жилищно-коммунальному хозяйству. Снимается. Но это, опять же говорю, носит заявительный характер, зависит от величины прожиточного минимума заявителя. То бишь, у кого-то было право, и в связи с тем, что произошло повышение пенсии, оно на сегодняшний день в этом квартале исчезло. Поэтому сложилась эта экономия. Но это все наши льготы определены законами края, и поэтому это является публичными обязательствами. И, естественно, они не снимаются, и они будут выплачиваться. Поэтому это просто, как бы, уточнение счета на сегодняшний день. От планированного и фактического. Ну, а такие критические вещи, как, например, фонда оплаты труда по образованию, мы слышали, что на миллиард сокращается. На миллиард сокращается. На самом деле вопрос тоже высказывался, и исполняющий обязанности губернатора Красноярского края, депутаты высказывали, как бы, тревогу. Этот вопрос под личным контролем губернатора на сегодняшний день, под личную ответственность председателя правительства. Надо говорить, как бы, в суммах, которые были там заложены. В прошлом году этот фонд оплаты труда составлял чуть больше 13 миллиардов. В этом году плановая цифра 15. Хотели 15. Да, хотели 15. Поэтому вот с учетом снятия она будет выше, что позволит провести все мероприятия необходимые в тех планах, которые стояли. Это выполнение дорожных карт по исполнению указов президента по повышению заработной платы, и это повышение окладов с 1 октября текущего года. Андрей Николаевич, ну не пойму, технически как это? Миллиард снимаем, а как никого не коснется? Ну, потому что у нас вот эти года все переходные. Потому что точно так же мы с муниципалитетов забирали учреждения здравоохранения, и на сегодняшний день дошкольное образование мы на себя взяли финансирование преподавательского состава, ну, воспитателей. Поэтому все воспитатели сегодня находятся там, и за счет, как бы, ну, можно говорить, неправильности счета или некорректности счета образовался этот миллиард. По разным муниципальным образованиям сумма разная, но, как нас заверили, никто не потеряет. То есть, причем, это были замечательные хотелки, да? Да, это были просто неправильные планирования, как бы, некорректные. И в категориях живых, настоящих людей сокращения не будет? Это гарантирует министерство или депутатский корпус? Ну, сокращений не будет, потому что все планирование у нас идет от контингента. Сколько детей, так и планируется, сколько учителей обслуживает данное учреждение. И, насколько я понимаю, вот такие вот технические хвосты, технические излишки обрезаются не только в образовании? Нет, не только в образовании, это идет счет, потому что, ну, я говорю, мы на это сильно не обращали внимания, потому что всегда исполнение бюджета у нас около 93-95%. Сегодня, вот в нынешних условиях пересчитали еще раз, потому что полгода мы уже прожили те мероприятия, которые носят заявительный характер, они сегодня уже заявлены, и мы смело можем, как бы, данную сумму умножить на двое и вычесть остатки. Поэтому, то, что никто не пострадает, потому что все, мы пока не трогали ни одного социального закона, который касался выплат. Наоборот, мы даже, то, что у нас было недопланировано, но мы знали, для балансировки бюджета у нас было недопланировано, например, социальный, единый проездной, социальная карта. Вот. И сегодня мы 409 миллионов еще добавляем туда, потому что мы знали, что там сразу было недофинансирование. Также там есть по спортивным клубам было недофинансирование. Мы эти деньги сейчас восстанавливаем для конца года. Но, тем не менее, какие-то реальные сокращения все равно были озвучены. Были конкретные мероприятия. Вот, допустим, такой болезненный вопрос на самом деле, что 140 миллионов мы снимаем с ФАПов. Это фишерские пункты. Но это не значит, что их нет и не будет там в районах. Они сегодня есть, и хотелось бы эту программу модернизации ФАПов продолжить, но переносим сроки на следующий год. Вот. Касается вопрос о отмене индексации для государственных служащих, исполнительных органов власти. С 1 октября мы не переходим. Но мы традиционно с принятием бюджета готовим постановление о предложении к правительству Красновского края в связи с принятием закона о краевом бюджете. И там какие предложения? И туда все, что не вошло, в бюджете не было отражено, находит отражение в постановлении. Постановление потом вложится основой для принятия бюджета на Новый год. Поэтому там такое есть, допустим, что как раз есть провести индексацию, это не с 1 октября, а с 1 января уже 2015 года. Но господинщик вдвойне не повезло, ведь планируется еще сокращение самого штата, я так понимаю? Ну, сокращение штата на самом деле планируется, до 10% указано в этом бюджете, но сегодня конкретных денежных поступлений не ожидается, потому что за 2 месяца человека нужно предупредить, потом, если он не нашел работу, становится в центре занятости выплачивать до 4 месяцев эти платежи. Но мы уже каждый раз на сессии идет разговор о росте, как говорится, чиновничьего аппарата. Давно, уже просто десятки лет уже никто не трогал. Поэтому что-то посмотреть. Где-то у нас есть дублирование функций, пересмотреть это. Где-то дополнительная информация, потому что министерство запрашивает информацию, ну, может быть, излишне еще посмотреть. Потому что сегодня муниципалитеты держат целые отделы, которые готовят информацию для министерств. Потому что, вот по тем же указам президента, у нас мало того, что каждое министерство запрашивает отдельную информацию, плюс министерство финансов сводную, потом есть еще служба по контролю губернатора, она тоже дополнительно запрашивает информацию. И мало того, что она может быть немного разной, разные формы. Поэтому вот это смотреть, унификацию, плюс сегодня все же таки мы больше переходим на электронные документы, оборот. Все эти моменты необходимо еще раз пересмотреть и уже определить. Андрей Николаевич, раз уж вы очевидите события, еще два вопроса в режиме близ объявили дату выборов губернатора. Это фактически означает старт кампании, да? Да, старт кампании предвыборного. И мало того, что мы как раз незапланированные деньги, 350 миллионов выделили на организацию выборной кампании. Потому что, ну, вы сами знаете, что по всем городам и весям необходимо создавать избирательные комиссии. Ну, конечно. Поэтому на их работу, эта вся работа оплачивается. И ситуация по Таруханскому? Отказали? Ситуация по Таруханскому. Потому что было решение суда о распуске Таруханского районного совета. Но сейчас этот, были, туда вылетали наши представители. Фокин Николай Андреевич, это заместитель председателя комитета законодательного собрания по гражданскому строительству, там, государственному строительству и гражданскому обществу. Встречался со всеми действующими депутатами, со всеми. Из 15 депутатов 13 подтвердили свое согласие работать и работать. И поэтому законодательное собрание, как бы, приняло это во внимание и решило оставить без удовлетворения, как бы, решение суда. Районный сет продолжает работать. Да, продолжает работать, потому что у них плановые выборы 2015 год. Сегодня проводить вот в спешке, в такой же, как выборы губернатора, ну, нецелесообразно. Совершенно логично. Спасибо ответственности на наши вопросы. Я напомню зрителям. Сегодня мы с ним нашим был Андрей Самохин, председатель комитета по бюджету экономической политики и законодательного собрания. Это была программа интервью. Увидимся.